Итак, с процессором разобрались. Это было, наверное, самое сложное, казалось бы, с технической точки зрения. Переходим к оперативной памяти. С оперативной памятью все будет тоже не совсем просто, хотя, казалось бы, тут нечем так особенно разговаривать, однако снимается множество различных метрик, которые между собой не совсем понятно с первого взгляда, как связаны. Поэтому мы с вами точно так же посмотрим несколько инструментов, которые снимают метрики, инструменты все те же самые, и просто отметим, какие метрики имеют значение. Это та же самая тема 200.1, только теперь мы говорим об оперативной памяти. Говорим о метриках оперативной памяти и на что обращать внимание. У нас та же самая с вами виртуальная машина с CentOS, и мы начнем с того же самого инструмента VMStat. VMStat нам показывает целую секцию по памяти. Точно так же разбираемся в параметрах. Первый параметр это Swapped, то есть количество памяти, находящееся в свопе. Swap, напоминаю вам, это или файл на жестком диске, или раздел жесткого диска, который представляет собой такое пространство, в которое мы можем забираться на тот случай, если у нас кончится реальная оперативная память. То есть это такая подстраховка. Оперативная память, напомню, она у нас достаточно быстрая. Жесткий диск значительно медленнее, чем оперативная память. Поэтому использовать его в качестве свопа не совсем эффективно. Тем не менее он нужен именно для подстраховки. Если вы заберетесь в вашу систему и увидите, что у вас часто что-то свопится на диск, это не очень хорошо. Потому что получается диск, помимо своих стандартных операций, должен еще выполнять часть функции оперативной памяти. Именно поэтому у нас есть тонкая настройка свопа, есть такой параметр как Swapiness. И мы при помощи него можем двигать, в каком случае мы можем обращаться уже к диску. В частности, можно выставить все настройки так, чтобы к диску обращаться только тогда, когда кончится уже фактически вся оперативная память. Так вот, Swap нам показывает, сколько у нас находится в свопе. Мы сейчас это все будем смотреть, потом в реальных цифрах нам будут понятнее эти цифры. Free показывает количество свободной оперативной памяти, что понятно. Есть еще у нас буфер и кэш. Значит, буфер – это буферизованная память, кэш – это память кэша, что в принципе понятно. Что это значит на самом деле? Значит, буфер – это те страницы памяти, которые зарезервированы системой для каких-либо процессов в тот момент, когда эти процессы будут нуждаться в этой памяти. Надо выделить, наверное, буфер, когда я про него говорю. Также эта память еще иногда называется хипом. То есть, это память зарезервированная для работы какого-либо приложения. Чаще всего она используется для каких-то разовых обращений. Кэш-память – это память кэшированная. Тут чаще всего находятся какие-то файлы, которые недавно были использованы системой, процессами какими-то и хранятся в оперативной памяти на всякий случай. Но в случае, как и с обычным кэшем, это какие-то данные, которым часто нужен доступ к приложению, и поэтому эти данные закэшированы в оперативной памяти. То есть, это все у нас, вот эти три цифры про оперативную память. Тот самый параметр swapped дополняется у нас еще отдельной секцией swap, в котором есть, вы видите, swap in и swap out. swap out – это количество блоков в секунду, которые система считывает swap in с диска, а swap out – это то количество блоков в секунду, которые система записывает, наоборот, на диск в swap. Опять же, они не должны быть в сумме никаким образом равны вот этому числу, потому что это то количество, которое у нас выделено под swap, а это реальные операции со swap. У VMStat есть еще ключ VMStat-a, который нам может еще показать для оперативной памяти не буфер и кэш, а инэктив и эктив память. Опять же, еще парочка определений. Эктив память – это та активная память, которая действительно используется у нас каким-либо процессом. инэктив – это та память, которая у нас была выделена под процесс, но этот процесс на данный момент более неактивен. По существу он точно так же является свободной оперативной памятью, только система еще некоторое время отслеживает то, на что недавно использовалась эта оперативная память. Чаще всего вот эта вот неактивная память у нас и должна свопиться, то есть так как эта память действительно в данный момент никак не используется, ее выгоднее бросить на swap, на жесткий диск, потому что к ней, по сути, не должно быть никаких обращений. Если обращения пойдут, она станет активной, и активная уже должна быть на наших реальных планках оперативной памяти. У VMStat-a вообще есть такой расширенный ключ –s, в нем мы можем посмотреть кучу всего, и здесь опять же у нас есть вся вот эта вот память, о которой мы говорили, всего памяти используется, память активная, неактивная, свободная, в буфере, swap cache отдельный, всего в свопе используется, в свопе свободно в свопе. Опять же, вы видите то, что эти цифры у нас сейчас не будут совершенно точно совпадать с теми цифрами, которые были выше, потому что у нас система постоянно по-разному использует оперативную память. Можно попробовать здесь выполнять операции сложения и вычитания, понять между ними взаимосвязь, но это не совсем будет точно, потому что некоторые части, некоторые блоки памяти будут относиться и к одному разделу, и к другому. Вообще, через VMStat, точно так же, как и с CPU, не очень удобно смотреть память. Удобнее всего память смотреть при помощи команды free. По умолчанию free нам выводит точно так же значение в не очень удобном для нас формате, поэтому можем сказать free, например, выводи в человека понимаемом формате минус human, тогда у нас все наши вот эти вот байты превратятся в мегабайты, гигабайты и так далее. И мы с вами увидим то, что у нас с вами есть всего 3,7 гига оперативки, использовано 118 мегабайт, свободно 3,5 гига оперативки, shared, появилось понятие shared, память. Shared – это такая память, раньше, по-моему, в большинстве дистрибутивов Linux был всегда 0, но сейчас я вижу то, что здесь стали появляться значения, это та память, которая является общей для каких-либо процессов, то есть это память, разделяемая между какими-то процессами. Эти процессы могут между собой взаимодействовать без системных вызовов ядра. В общем-то вот она. Чаще всего эта память у нас монтируется в каталог TempFS. Дальше у нас здесь уже вы видите буферы кэш объединенные, то есть буферизованная кэшированная память считается чем-то таким единым, и всего available нам показывает есть 3,4 гига. При этом, как вы видите, у нас здесь есть free память и есть available, разница между ними аж в 100 мегабайт. По сути, у нас как считается, free память – это память total минус память used. Но в гигах, вы видите, это не совсем понятно, давайте попробуем, сделаем в мегабайтах. Так нам будет понятнее, но опять же, если мы здесь начнем вычитать и складывать, мы увидим, что это не совсем так, и скорее всего у нас будет показана free память, как total минус used минус кэш, и то, скорее всего, могут быть какие-то расхождения. И мы опять видим то, что у нас есть как бы память free, и есть память available. Вообще у нас сейчас система как бы не работает, и поэтому у нас эти значения приблизительно одинаковы. Если мы возьмем с вами какой-нибудь активно работающий сервак, я подумаю, где нам его взять, мы увидим то, что здесь значения могут сильно отличаться друг от друга. Я говорю про free и available. Значит, free это та память, которая действительно вообще у нас сейчас свободна. Но так как Linux стремится сделать так, чтобы у нас оперативная память не простаивала, потому что это неэффективно, он будет максимально загонять все в оперативку, в буферы, в кэши, и поэтому это значение будет, как правило, минимально. А значение available, наоборот, будет максимально большим, потому что здесь показано, сколько у нас всего есть оперативной памяти, которую мы можем использовать без того, чтобы забраться в своп. То есть, по сути, вот эта оперативная память не должна использовать буферы, кэши и так далее. То есть, все то, что у нас на самом деле находится в оперативке, но не сильно там нужно, может быть оттуда выгнано и использовано для реальной работы приложений. Я понимаю, что сейчас должно быть, наверное, тяжело, я поэтому на GitHub выложу текстом ключевые моменты того, о чем мы говорили, но вам здесь нужно будет самим обязательно поковыряться руками и понять, как это работает. Ну и опять же здесь есть у нас наш своп, наверху он тоже был понятен. Показано то, что всего у меня 1,2 гига выделено протсвоп. 118 мегабайт, точно так же, как и оперативки подозрительно, используются в свопе. И свободно 1,1 гиг в свопе у меня. Вспомнить бы, как посмотреть. Свопон минус S, по-моему. Да, вот он мне показывает то, что у меня есть целый раздел под своп. Точно так же мы здесь можем пользоваться топом. Давайте запустим топ. В топе мы можем отсортировать по памяти, используя Shift-M. Shift-M, вот я нажал сейчас на сортировку по памяти. Можем нажать Shift-F, выбрать нашу память. Она и так у нас выбрана. Нажать S для того, чтобы сортировать по памяти. И Q, чтобы вернуться в топ. Сейчас у меня все отсортировано по использованию памяти. Память фактически сейчас не используется. Давайте я еще в одном окне запущу наш родной стресс. У стресса, если вы помните, куча ключей. Нам в данном случае нужно застрессить оперативную память. Поэтому мы скажем минус-минус VM1. То есть запустим один worker, одного рабочего, который будет заниматься, выполнять операцию memory allocation, выделение памяти. И попросим этот worker занять VMbytes. То есть на одного worker. Worker у нас один. Выделить. Ну давайте выделим, не знаю, 2 гига оперативки. 20-48M. Вот так вот мы запускаем наш стресс. Возвращаемся в тот экранчик. И видим то, что вот у меня уже используется 42% оперативки. Можем закрыть наш несчастный топ. И посмотреть, как это выглядит все во фри минус, допустим, H. И видим то, что вот у меня уже используется реально 2 гига оперативки. Но в своп мы пока еще не собрались. Давайте я вернусь сюда. Останавливаю эту штуку и скажу, а давайте-ка мы запустим вообще всю оперативную память. Съедим, какая у нас есть. Возвращаюсь я в то окно, где у меня фри минус M. Фри минус H точнее. И вижу то, что у меня уже 3,6 гигов оперативки использовано. Еще что-то есть в буфере, в кэше, в шерд памяти. Вижу то, что свободно. У меня сейчас всего 82 мегабайта оперативки. Что очень мало. Но при этом я уже сильно забрался в своп. И в принципе я сейчас могу еще больше оперативки запросить у меня. И несмотря на то, что у меня всего 4 гига оперативки, я могу смело забраться еще на 1,2 гига в своп. И теперь, если я с вами прекращу этот процесс. И снова посмотрю на фри минус H. Я увижу то, что у меня уже использованы 3,6 гигов основы всего 7,2 мегабайта. И потихонечку стал освобождаться своп. С Zabbix мы тут с вами заморачиваться не станем. Я только вам скажу то, что мы в Zabbix, как правило, у нас есть дефолтные счетчики. Отслеживаем только количество свободной оперативной памяти и количество свободного свопа. Все. Вот эти все нюансы с кэшами, с буферами, с шердами нам особенно не нужны до тех пор, пока мы не начинаем смотреть, что у нас начинает валиться. Потому что у нас, помимо того, что есть всего какое-то количество оперативной памяти, у нас есть еще какие-то жесткие выделения. Например, мы Java в машине разрешаем съедать только столько-то оперативной памяти, каким-то процессом только столько-то оперативной памяти. И у нас что-то может валиться именно по этим пределам. Если у нас система начинает работать нестабильно, там уже приходится нам тюнить, отстраивать, отсматривать, что у нас съедает оперативную память, Кто валится по ООМу И вообще как-то уже тонко настраивать систему Мы до этого доберемся, я надеюсь А пока просто нужно понять То, что у нас есть перечисленные параметры Которые мы можем получить О метриках оперативной памяти И просто знать о том, что они есть Запомнить это все тяжело Взаимосвязь между ними выстроить Тоже достаточно тяжело Но для такого поверхностного знакомства Нам на сейчас этого достаточно